Привет, дорогие друзья! Привет, дорогие зрители! Ну и чудо-комментатор мое отдельное вам. Здравствуйте! Ну что ж, поговорим о Севке Адамяне и новом предложении от его куколок. В трансляции так они ему и написывают, что давным-давно он перерос хавал. И по статусу он ему уже как бы не котируется. Пора переходить на новый уровень. И как видят Севку Куры, это должен быть исключительно БМВ Джепарик. Тот, с которым Севка гонялся на трассе и пыль за ним глотал. Но Севка так ему говорит, что не искушайте судьбу. Я не гонщик, но с другой стороны, если у меня будет такое авто, то скорее всего я воспользуюсь этой возможностью и буду гонять. И здесь, как оказывается, не только Севка Шумахер. Ира Греция тоже Шумахер. Ну и отдельная Шумахерша, это, конечно, Юля Мила. Там седьмая Беха. Ну вот, знаете, поэтому и настаивают они, чтобы их кумир им, так сказать, соответствовал на полную катушку. Ну и далее, ребята, очередные требования от Севки. Он дико негодует и возмущается на своих же кукол. И требует, чтобы Ира Греция блокировала по первой его команде и отмашке. А что происходит, сейчас расскажу. Как оказалось, когда у Севки идет в батле умножение на 2 плюс перчатка, нужно кидать подарки от 30 монет. А эти какие-то болезные кидают ему по одной копеечке розочки. И как оказалось, что в любой момент может случиться умножение, и это будут те самые розы, которые умножившись на 2, Севка получит всего лишь 2 копейки. Поэтому он негодует и возмущается, и требует от Юли, вернее от Иры Греции, срочный блок, те, кто не понимают его, с полуслова. И вот думаю, Севка, ты уже детальнее, прям проведи какой-то мастер-класс, я не знаю, лекцию, открытый урок объяви, собери всех своих кур и объясни правила работы в батлах. Они должны четко понимать, когда и какие подарки тебе закидывать. Иначе ты можешь хоть 200 раз повторять, они у тебя тугенькие, такие тупо доходящие, с первого раза абсолютно не поймут. Ну и дальше требуют, чтобы подписались те, у кого есть перчатка. И Надька тут как тут, рада Радехонько стараться. Вот пришло ее время, так сказать, отметиться в комментариях и пишет, что у нее аж целых 3. Ну и Севка ей дает команду на первое умножение кидать срочно эту самую перчатку. И здесь, ребята, я прям вообще восхитилась, вы знаете, ее мысли. Я восхитилась ее смекалке, как она с первого раза скубатурила, осознала, переварила и родила то, что он сказал. И понимает, что от нее требуется. Вот как у мамки кровь брать, Надька не догоняет. Там надо по 200, по 300 раз, чтобы она уяснила, я не знаю, повторить, показать, протыкать мамке пальцы. И то не доходит. А здесь четко по команде она знает, что ей нужно конкретно сделать. Знает, где находятся эти перчатки, как их кидать, что такое умножение. Ну вот действительно молодец. Когда нужно, оказывается, эта самая смекалка работает. Ну и опять-таки его куры его не услышали. И сыпятся, и сыпятся на это умножение и перчатку эти розы. И Севка опять на них вопит, орет, чтобы они остановились. И я так понимаю, что Ира Греция с блоком всех дарящих розы не справляется. Ей уже надо кого-то в помощь. Вот, например, Юлю Милую, ту же Надьку. Ну чтобы они, не знаю, как-то в две смены работали. Потому что по факту Ира Греция трудится, такой у нее, знаете, ненормированный рабочий график. У нее нет выходных, больничных. И вообще в любой момент тебя могут потребовать на работу. Ну а так как она дюжа, ответственная, исполнительная, то тут как тут. И самое главное, и днем, и ночью она провисает у Севки на канале. Ей тоже нужен какой-то отдых. Поэтому и предлагаю создать вторую, так сказать, смену. Ну чтобы они чередовались хоть как-то. И Ирка Греция могла передохнуть. Но я так понимаю, что еще кому-то ключи от своего канала Севка боится давать. Потому что представьте, я так думаю, что из самых полоумных он выбрал самую, менее полоумную. Это Ирку Грецию. Потому что Юля Милая, там вообще ребята от АСС. Там просто тихий ужас, тушите свет. Там Куку вообще полная, отбитая на ухнарь. Такая же в принципе и Надька. Севка понимает, что если им дай возможность кого-то блокировать, это будет действительно трэш. Почему? Потому что уже в чате терпеть не могут, что Юлю Милую, что ту же Надьку терпят, но не очень. И так как много им пишут претензий, что типа заткнитесь, потеряйтесь канала, вы уже раздражаете в чате и так далее. То представьте, самолюбие будет играть и конечно они беспощадно будут блокировать этих зрителей. Поэтому походу Севка я предпочел исключительно довериться Ире Греции. Ну и дальше, ребята, был раскрыт очередной заговор. Вот куколки Севкиной прокубатурили сложившуюся ситуацию с этими розочками. И осознают, что специально Севку сливают в батлах с Алисой, именно Алисона команда. Они приходят к Севке на зло и на перчатку и умножение скидывают эти самые розочки. Потому что Севкины куколки все-таки на 10 раз должны были уяснить, что розы не дарятся на эту самую перчатку. И вот эти правила, ребята, я просто в шорохе, как они их действительно заучили и зазубрили. Четко знают, что им можно делать, а что нельзя. И при этом они еще в чате требуют внимательности друг от друга. И так и говорят, знаете, пожалуйста, будьте внимательны. Это вот как, например, у тебя на доме ОСББ там, да, например, пишут, пожалуйста, будьте внимательны. И вот здесь то же самое, они призывают к внимательности и ответственности за свои действия. Потому что именно из-за их безответственности Севка проиграл. Вы знаете, такое ощущение, что, я не знаю, он там жизнь проигрывает, миллион долларов у него на кону. Я не знаю, там недвижка мамки и его. Но вот знаете, что-то настолько серьезное и глобальное, что проиграть нельзя никоим образом. И вы знаете, такое ощущение, что они действительно полностью ку-ку, деградация, ребята, на высшем уровне. Потому что, если разобраться, сидит один человек, который на них же зарабатывает. Эти еще подстрекают друг друга, что, мол, давай активнее, кто-то кидайте, поддерживайте Севку. При этом засирают тех, кто Севку типа сливает этими копеечными розочками. И вот действительно такое ощущение, что перед ними стоят какие-то глобальные задачи. Вот знаете, как будто решаются вопросы, я не знаю, жизни и смерти, да, какие-то там важные переговоры. Что-то настолько жизненно важное, что действительно здесь нужна исключительно победа. И вот думаю, это ж какие-то ошалелые какие-то, ошарашенные на всю голову сидят и вот это визжат. Давайте его поддержим. У кого есть, киньте подарок. Мы проигрываем. Соберитесь, команда. Ребята, я читала, думаю, ого. Вот реально удалось же чуваку собрать вокруг себя столько притрушенных, неадеквашек вот в одном месте. Еще которые сами, да, кидают деньгу и гнобят других за то, что мешают Севке зарабатывать на них деньги. Ребята, это просто какой-то некий феномен. Ну и дальше Севка вскользь не забывает прорекламировать 9 числа свой собственный спектакль, да, «Хитрый лист». И в очередной раз нам рассказывает, что это будет феноменально. Севка, ты хоть расскажи, что именно в этом выступлении конкретно, да, 9 числа будет феноменально. Одно, чтобы мы понимали, потому что спектакль этот вы уже, да, ставите не один год. И вот интересно, в чем именно этого спектакля будет отличие и его конкретный феномен. Ну и тем временем у Севки обнаруживается новый даритель некто Юрий. Причем такой достаточно-достаточно примажоренный. И благодаря ему куколки нет, ребята, те тегла не вытянули. Благодаря исключительно этому Юрию они победили Алиску. И вот, как выясняется, куколки требуют отблагодарить на уровне этого Юрия. Как вы думаете, в чем заключается благодарность? Я вам сейчас расскажу. Они требуют, чтобы Севка сфотографировал свои самые лучшие и красивые ноги в СНГ и отправил ему в приват. Вот это их благодарность. И думаю, ну действительно, да, ну, ебубо подай патрон. Ребята, честное слово, то есть представьте, в их понимании мужик должен сфотографировать себя ниже пояса и отправить другому мужику. И он должен это осознать, что это вот так его отблагодарили. Ну а с другой стороны, а как же? На самом деле показали самые лучшие и красивые ноги. И вы знаете, я исключительно благодаря этим каким-то вот действительно ебубо начинаю только сейчас понимать, что, оказывается, нужно обращать внимание на мужские ноги и дико от них фанатить. И считать, что эти ноги это предел мечтания любого. Вот вы представьте просто вообще весь масштаб трагедии, который происходит в их болезных головушках. Но там, ребята, даже сам Севка не допонял, чего они от него хотят. И он им даже сам говорит в непонятках, зачем, мол, Юре мои ноги. Но они молодцы. Мало того, что требуют, что подблагодарил сам Севка, они еще и сами благодарят этого некто Юрия за то, что они победили. То есть, думайте, да, этот заработал бабок, а они сидят в чате и благодарят этого Юрия, что он, Севка, дал свои деньги и, так сказать, на себе возможность заработать. И не только на себе, но и на них в том числе. Я такое вижу, знаете, это действительно феномен. Я такое вижу первый раз. То есть, представьте, толпа, которая пишет, Юр, ей спасибо, мы благодаря вам победили. Вы-то, может, и победили, полоумные. А Севка на этом, на всем заработал. Ну и дальше, ребята, как оказалось, у них тоже снова трагедия в чате. И все из-за того, что они прям плачут, понимаете, из-за того, что Севка их накуклил. Обманул, почему? Потому что обещал бросить курить, но не выполнил и не сдержал своего обещания. И они толпой там беснуются. Я не знаю, слезы по жопе катятся, они уже умыли. Я не знаю, умылись этими слезами, какой-нибудь там морюшко заполнили. Вот так они переживают. Вы знаете, я вообще первый раз такое вижу. Но курят и курят, и он взрослый человек. Это его осознанное решение. Пьет, значит, пьет. Любая вредная привычка, это осознанный чей-то выбор. Я не представляла, что толпа людей может сидеть и укорять, упрекать человека, что ты же куришь. Я так понимаю, что они дюжи переживают, а вдруг это как-то отразится на Севкином голосе, которого уже по факту нет. Уже так и хочется сказать, куры, выдохните хуже, чем есть. 100% уже не будет. Уже просто некуда. Ну и дальше, ребята, трансляция, так сказать, показуха своих парфюмов. Вот не может Севка не хвастнуть. Вот это его какая-то ахиллесовая пята. Вот нужно ему всех умыть. Там Шпак показал, я не знаю, то ли на разлив у него как-то эти духи, то ли реплики какие-то. Но на оригиналы 100% не похоже. Значит, показал своих 5 или 7 флакончиков с духами. И тут Севка решил его уделать и утереть ему нос. И демонстрирует всю свою коллекцию. Больше всего, ребята, в этой всей демонстрации меня поразило, что его куры знают лучше, чем он сам, какие у него там есть парфюмы. Вы вообще представляете, как они за ним блюдят, каждый шаг его контролируют, каждую покупку запоминают. Удерживают эту информацию в голове, какие у него есть парфюмы. И мало того, когда Севка заикнулся, что вроде там и вот такой у меня есть. У него там Шпак, я даже не запомнила, честно говоря. Я спросил за какой-то парфюм, он говорит, есть куколки. И мы начали напоминать, что нету. Этот парфюм есть у Каляси, а у Севки такого нет. Ребята, это просто занавес, тушите свет. И вот здесь я четко понимаю, что у них нет никакой личной своей жизни. Они целиком и полностью живут жизнью своего кумира. Они настолько, я не знаю, порабощенные им, зависимы от него, что они отслеживают. Я не знаю, вот была бы возможность отследить, чем он ходит в туалет, они бы этим 100% занимались. Но вот, ребята, я не знаю, я бы даже внимания не обратила, какие парфюмы у мужчины. Ну вот реально, мне бы это было абсолютно неинтересно, но не в их случае. Ну и дальше полетели к Севке вопросы, что же можно такого, знаете, памятного дарить человеку. Ну и Севка, как, конечно же, специалист, рассказывает о том, что всегда можно подарить духи, брендовые футболки, сумки, ювелирки, да, и опять-таки только в том случае, если ты знаешь вкус человека. И вот здесь я понимаю, да, что как раз-таки все, что ему подарила Олеся Ангелова, вот это теперь новый уровень, когда что и нужно кому дарить. И вот здесь у меня возникает вопрос. Севка, что, где в этом всем перечне твои любимые труселя? Ведь ты первый кричал, что трусов много не бывает. Почему ты не причислил к этому всему еще и трусы? Я не знаю, ребята, как можно вот действительно дарить человеку духи, например, если ты на 100% не уверен, да, не знаешь в том, что ему подойдет этот аромат. Второе, да, даже если человек им пользуется, не факт, что он не хочет его сменить, да. Но в моем понимании я бы не рискнула дарить никакие брендовые футболки, сумки, ювелирку и духи. Я так считаю, что если ты хочешь сделать подарок, то лучше дай деньги. И человек за эти деньги действительно купит то, что ему будет заходить, нравится, и то, что он будет с удовольствием носить. Может быть, я 150 раз не права. Но, опять-таки, видя Севкин вкус, вот я бы точно не хотела, чтобы он мне покупал какую-нибудь брендовую сумку или какую-нибудь футболку. И, опять-таки, если в Севкином понимании нужно дарить исключительно бренды, то какого хрена он подарил Алиске свою вот эту футболку за 800 или там за 700 гривен? Как-то очень дешево. Если уже дарить, то как минимум дольче габана, как и им презентуют. Но, походу, на Алиске решил сэкономить. Кстати, насчет, опять-таки, этой футболки, подаренной Алиской, как его куры вначале восхищались, как Алисе она идет. Ребята, они пищали от восторга. И вот меня прям умилила эта картинка. Знаете, обычная базовая розовая футболка, ну да, с их эмблемой. И на этом все. Я не знала, что когда человек одевает обычную футболку, в коих большинство людей вообще ходит дома, что нужно настолько дико пищать от восторга. Но они вначале умилялись, а потом не забыли и Алису-то подзасрать. И дали ей два прозвища. Ворона и Сайгачиха. И это, кстати, те, которые не понимают, как хейтеры могут придумывать клички и прозвища. Севки и мамки. Но называть Алису Воронихой, Вороной, Сайгачихой, это, конечно же, норм. Это не о них. Ну и дальше, ребята, опять реклама этих перчаток и этого Димы, который продает эти самые перчатки. А все почему? Потому что Дима пришел в чат и опять загнал Севке подарки. И здесь Севка рад стараться расшаркиваться. И даже не осознает, что если бы действительно тот же самый Дима заказывал у популярного блогера рекламу, это вышло бы в разы дороже, чем закидывать Севку подарками. Но мне очень нравится, когда Севка говорит, что у Димы перчатки для ЗСУ. И даже сам Дима, когда вышел в голосовой и рассказывает, что, мол, для ЗСУ у кого есть волонтеры, обращайтесь, не стесняйтесь. Первое. А что, у Севки нет волонтеров? Он же якобы так всем дюже и дюже военным помогает. А во-вторых, от Севки, да, реклама для ЗСУ выглядит как какая-то насмешка и какой-то стеб. И уж вряд ли у него действительно есть на канале ЗСУ, которые побегут за этими самыми перчатками. Ну и, конечно, Севка сам не забывает рассказывать о том, что носят эти перчатки. Даже в столицу колясико тоже отвез перчатки и, так сказать, с ним поделился. И рассказывает, какое там дюже и дюже качество. Мне интересно, Севка, а тебе что, есть с чем сравнивать? И вот ты топишь и рассказываешь, какого они качества, тактические, да, для ЗСУ. А с чем идет сравнение? То есть вот это для меня непонятно. Потом даже рассказал про термобелье. И рассказал, как он в ЗСУ покупал комплекты по 4000 гривен. А тут у Димы по 500 гривен, да, комплект термобелья. Ну, значит, это такое термобелье, раз его цена 500 гривен. Ни одно хорошее действительно термобелье не может физически стоить 500 гривен. Но Севка всех нас убеждает в обратном. И, кстати, как оказалось, у Димы на рекламе, на его как раз таки, в его инсте, Севка и рекламирует это самое термобелье. Причем сам себя снимает на камеру. Ну, прям звезда куды там. Ну, и опять-таки, благодаря Диме Севка тоже победил. И тут, как тут, Надька во главе планеты всей, впереди всех куколок, Диму этого вылизывает. И действительно, благодарит, говорит, Дима, дякую вам за вашу подтримку и за то, что мы победили. Ну, действительно, притрушенная на всю голову. Здесь у людей в тупую бизнес и зарабатывание денег, а эта притрушенная бегает и за что-то там дякует. Ну, и дальше Севка сообщил всем нам, что впереди предстоят у него серьезные операции. Будет делать минус 5 лет на лице, чтобы ни одна собака не гавкала. Севка, я не знаю, если не иметь нормальный образ жизни, нормальный сон, нормальный ночной отдых, то хоть делай, хоть не делай, это все имеет абсолютно временный эффект. Но Севка сам прекрасно понимает, как сдал, а Коляся еще молодой. И, конечно, Коляся нужно соответствовать, поэтому и старается на полную катушку. Ну, и дальше Севка даже скользь вспомнил о том, что же там творится в Запорожье. Что туда летят кабы, да, керовани авиабомбы, а там его сестра. И, как оказалось, муж сестры даже видел, где на эти самые летящие кабы. Но Севка, знаете, вот в подробности не вдавался, он просто рассказал, что летит. Но то, что там находится его сестра, ему абсолютно не важно и неинтересно. И вот здесь действительно видно, что никакой близости и родства между этими людьми нет. Вот они вроде бы, когда выросли в одной семье, вроде бы близкие, родные друг другу люди, но настолько чужие и неинтересные друг другу, что просто капец. И вы знаете, ему настолько плевать на эту самую сестру, что он так и говорит, а что я могу сделать. Ребята, для меня это занавес, тушите свет. То есть тут ты верещейшего пишешь, я гулял, гуляю, гулять буду. На твою сестру летят кабы, ей страшно, она бежит к своей младшей дочери, да, потому что, ну, страдают в основном верхние этажи. И вот эта вот паника, а Севке абсолютно плевать, и его это не пробивает. И понятно, что и разрослый человек ответственность за выезд лежит на них и так далее. Это их зона ответственности, да, выезжать и не выезжать. Но есть, опять-таки, очень много разных факторов и но, которые на нее влияют. Да, почему они не выезжают? У них там бизнес, у них там работа. Опять-таки, неизвестно, что сейчас у них доподлинно с доходами. Могут ли они себе позволить аренду жилья, коммуналку и так далее. Другой вариант, что ты, как брат, не принял абсолютно никакого участия, имея возможность. И тут даже не говорится о том, что ты там должен был деньгами, Иру подогревать. Нет, если разобраться, у тебя стоит трехкомнатная квартира, которая под арендаторами, да, в принципе, за 10 тысяч гривен в месяц. И ты даже не попытался предложить Ире сказать, Ир, я могу попросить, да, квартирантов выехать, объяснить ситуацию, которая сложилась, что вам некуда ехать. И ты можешь забрать девочек, да, мужики пусть остаются, забрать Родика и переехать в Днепр, где не так еще все страшно и кабы не летят. Но Севка даже попыток таких не сделал. И опять-таки, вот там где-то Ира, сестра, да, которая страдает. А здесь Севка, которая веселится и продолжает подбадривать свою аудиторию, тем самым зарабатывая на этом деньги. Ну зачем ему Ира с ее головниками? И когда он сказал, что мои родственники сидят там, как и все люди, куда им ехать, ребята, вот это действительно меня поразило. Вот это пробитое дно. Но опять-таки Севка и этим не заморочился. Все больше его волновало его плохое самочувствие. И предположение, что в очередной раз с ним не так. То ли это давление, то ли из-за того, что на износ работает, то ли голова кругом, потому что целых три репетиции он сегодня, понимаете, отыграл, отрепетировал, и просто сознание дико теряет от усталости. То ли из-за того, что он плохо поел. Вот что его на самом деле волнует. Только исключительно собственная шкура. Я так понимаю, что на самом деле человек вообще абсолютно без эмпатии. Я там говорила за каких-то военных, а каких вообще военных речь. Если ты знаешь, что с твоей сестрой такое происходит, она, так сказать, в гуще, я не знаю, этих событий, на нее летит, а ты так и говоришь, ну а куда им ехать? Вы знаете, я не хотела бы действительно иметь такого брата. И тут не вопрос его ориентации, тут вопрос его паскудства. Знаете, вот он чмо по жизни, вот внутри себя он чмо. Действительно, единственное, что его озадачивает, это только его коляса и их котики. Больше его не трогает ничего от слова вообще и совсем. Ну вот он Аирис вспомнил и дальше рассказывал о том, как на износ идет. И вообще он так устал, что у него не было сил даже выйти и торговать. Вот он попытался, но опять-таки зрители-козлы купили всего лишь 4 футболки и Севка на этом завязал. Ну и дальше он рекламирует какой-то некий парфюм, который ему зашел с инстамагазина. И еще дополнительно, помимо рекламы вот этого Дима Перчатки, идет реклама вот этой странички, да, типа снишивает парфюмерии. Все там оригинал, Севка вот доподлинно знает, что там на 100% одни оригиналы. Ну и не забывает, да, тут же пшик-пшик сделать и начинает нюхать свои пальцы. Вот он протирает. Ребята, он настолько омерзительно нюхал эти пальцы. Это действительно было, знаете, вот такое сродни Бе. Я сразу вспоминаю, что точно так же он нюхал, подбирая с пола мамки на испорожнение. Вот эти два пальца, понимаете, себе в нос пихал, чтобы убедиться, чем оно шнечит и воняет. И вот когда он так же само нюхал на себе парфюм, меня аж начала выворачивать. Потому что ассоциация была именно с тем, как он подбирал за мамкой то, что там выпадало. Ну и дальше, ребята, у Севки новая футболочка. Он не забыл ее тут же одеть, продемонстрировать не только коляси ходить в Дольче Габбана. Севка теперь тоже всем тыщет этикетку, чтобы мы убедились, что он тоже на себе теперь тягает Дольче Габбана. И здесь у меня возникает вопрос. Ого, Севка, откуда? Вот ты там топил, что футболки по 2500, и это просто лакоста-хлам, да, который нужно выкинуть после первой стирки. А тут такая щедрость и опять Дольче Габбана. Это чтобы Коки не уступать, да, чтобы вы, так сказать, на одном уровне были. Или это настолько щедрая Олеся Ангелова. И вот согласитесь, как только у Коки Дольче Габбана появилась тут же и появилась эта футболка, этот бренд и у Севки. И вот здесь возникает вопрос, а есть ли это Олеся Ангелова, и действительно ли она Севке подарила, коляси, вернее, подарила эту самую футболку. Потому что и вот такие, знаете, какие-то мелочи, а очень и очень палятся. Ну и дальше всем нам Севка сообщает, что ему нужно сделать адреналиновую заливку и, по-моему, еще нейромедины для мышц и связок горла употребить. Я вот думаю, столько актива для одного реального выступления. Я, например, ни разу не слышала от звезд, да, я не знаю, от певцов, певиц, которые каждый день там чуть ли, я не знаю, концерты дают, репетиции у них, да, балеты, танцы они репетируют, песни они репетируют, там шоу свои ставят, интервью дают, в спортзале тренируются. Я никогда не слышала, чтобы они к себе такое применяли. Я, конечно, не специалист и могу ошибаться, но у Севки к его выступлению идет конкретно активная подготовка. Мне вот интересно было бы, что бы он с собой творил и какие-то адреналиновые заливки делал, если бы действительно был какой-то такой величиной, имел определенную популярность и действительно собирал бы каждый день концерт. И у него был бы плотный гастрольный график. Неужели он бы вот это все каждый раз проделывал? Ну и здесь ему стало еще хуже и он уже четко понимает и осознает, что это не давление и градусник в помощь. И все, ребята, там я подумала, что все, он сейчас сыграет в ящик и вот кричи пропало, будут похороны. Потому что когда на градуснике обнаружилось 36 и 7, все, Севка сразу понял четко, что с ним происходит. И тут же давай закидываться порошками, идет, так сказать, на опережение. И так и рассказывает, что вот я сразу почувствовал, что со мной что-то не так. И вот это 0,00 какая-то градуса вот так дает о себе знать. Он прям умирает. Ребята, он, я действительно думала, он сейчас крякнет. Он так это начал преподносить и разыгрывать. Это была такая трагедия. И тут же сам рассказывает, что выходил на сцену театра с температурой 39. И да, глядя на это выступление от 36 и 7, я просто не представляю, как ему хватило силы при температуре 39 выйти на сцену. И вот здесь, как и хотелось сказать, Надька, вызывай полицию, вызывай милицию, я не знаю, вызывай скорую помощь. Севку нужно срочно спасать. И почему она там сидит где-то, да, это мотре, и бездействует. А тут зайчик погибает. Ну и, конечно, не забывает моментально тут же это сдабривать с тонами. Охами, ахами, господи, ну все в лучшем и классическом жанре севки. Ну и дальше куколки задают севке вопросы, все ли у него успешно прошло. И вы знаете, конечно, это решались вопросы уровня, да, жизни, смерти, репетиции. Им очень важно знать, успешно или неуспешно они прошли. Ну и дальше батлы со шпаком, да, или шпаком, не знаю, как правильно, в общем, поправьте, Саша. И, ребята, не знаю, для меня, ну, мне это не заходит от слова вообще и совсем. Я еще когда-то, он мне попадался в рекомендованных, но он мне уже тогда не зашел. Тут даже не то, что внешнее непонимание какое-то, невосприятие его. Ну, не знаю, не заходит он мне абсолютно как человек. И вот здесь они типа в батлах, да, и тот рассказывает, что происходит в Израиле, да, какие события и так далее. И вы знаете, каждый раз, вот сколько я слушала его прогнозов, какое-то, да, типа военной аналитики, это все пальцем в небо. То есть я ни разу не слышала, да, чтобы он это как-то спрогнозировал, проанализировал и действительно так произошло. Но каждый раз он кричит о том, что так стопудняк будет. Но у него как-то моментально все происходит с точностью, да, наоборот. Ну, да ладно, обзор абсолютно не о шпаке. Вопрос в другом. Севка повозмущался, боже, что в мире происходит, но сам так и сказал, война войной, а обед по расписанию. Никто, мол, не давал вам команды расслабляться, тапаем по экранчику и не забываем дарить подарки. Ну, нахрен Севке, что там и где происходит. Самое главное, для чего он выходит в трансляции, конечно, заработать деньгу. Ну, и тем временем в чате обнаружился некто, некий Кирилл, который начал оскорблять Севку. И уж это они стерпеть не могли. Ни Надька, ни Ира Греция на перегонке, обгоняя друг дружку, начинают ему написывать, что ему хана. Так, причем и написали конкретно. И сейчас он вылетит с чата. Мне вот все время, когда Надька сотрясает воздух и кричит кому-то хана, очень хотелось бы увидеть, как она реально будет делать это хана. Но согласитесь, насколько глупо это звучит. Ты находишься в чате по ту сторону экрана, не знаешь даже, кто это пишет. Но при этом вот это устрашающее сейчас тебе будет хана. Надька, за свои слова нужно уметь отвечать. Ну, покажи, возьми, найди этого Кирилла и сделай ему, наконец-то, это самое хана. Ну и дальше Севка требует, опять-таки, поддержки от команды, потому что он не хочет проигрывать Шпаку. И вот очень интересно, ты вроде как не хочешь проигрывать, но при этом кто-то должен дать тебе денег. В моем понимании, если для тебя настолько важно выиграть у Шпака, закинь собственные деньги. Правильно, отправь сам себе примажоренные подарки и выиграй этот баттл. Но не тут-то было свои, конечно, никто обошлять не будет. Для этого у Севки есть Кура. Дана команда, да, и желание выиграть, значит, они должны это сделать любыми способами. Ну и дальше Севка жалуется, какой у него в этом месяце плотный график. Целых 6 или 7 спектаклей ему необходимо отыграть. И то он уже планирует в очередной раз отказаться от нескольких ролей, потому что что-то он тяглато и не вытягивает. И чувствует по себе, что они уже лишние в его, так сказать, репертуаре. Поэтому и думает, кому их передать. И вы знаете, ребята, все сидят, они там стонут. Какой он трудяшка, как действительно это тяжело. Я не спорю, я понимаю, что это физически, да, там, побегай, попрыгай, переоденься, там, попой и так далее. Но, ребята, они настолько это масштабируют, что такое ощущение, что ему, я не знаю, 6-7 вагонов разгрузить нужно в одно лицо. Ну, вот такую трагедию, и как они за него там переживают. Выдержит ли он это все? Ведь это такая тяжелая и непосильная ноша. В моем понимании, не выдерживаешь, откажись, признайся, да, скажи, мне тяжело или мне это не нужно. Но сливке нужно разыграть трагедию. А, конечно, его курам, как всегда, эту трагедию поддержать. Ну, что ж, ребята, вот такой обзор получился. Продолжение следует, как всегда. А пока я со всеми прощаюсь. До новых встреч!